Я не убил его! Вот этот меч мне дал шпагоглотатель Дэн. Он сказал, что его глотали то ли 10, то ли 12 шпагоглотателей. Не помню точно. Вот не поверите, не помню. На самом деле этот меч сделали в Индии. Это церемониальное оружие, не острое совсем. У Брайана Уиткомба целый уголок, посвященный его исследованию. Звучит оно так – побочные эффекты при шпагоглотании. Сам Брайан, радиолог, никогда не планировал изучать нечто подобное. Просто в один прекрасный день он получил письмо от шпагоглотателя и рентгенский снимок. Вот он, тот самый снимок, который пробудил мое любопытство. Видите? Вот он меч, прямо за сердцем, примерно на одном уровне с диафрагмой. А вот здесь видно, как глубоко можно проглотить меч. И обратите внимание на челюсть. Они глотают, как будто сквозь язык. Мне стало интересно. Я затем просмотрел английскую медицинскую литературу по этому вопросу и нашел всего лишь три статьи о шпагоглотании во всей медицинской литературе на английском языке. Ученый решил провести собственное исследование. Для этого он связался с Международной ассоциацией шпагоглотателей. Из 112 шоуменов 46 согласились помочь ученому, подробно ответили на все его вопросы. В итоге Брайан составил таблицу профессиональных заболеваний шпагоглотателей. Самый распространенный побочный эффект – это першение в горле. У некоторых появляются боли в груди. И сложно понять, имеет ли это отношение к их работе или нет. Брайан рекомендует всем шпагоглотателям носить с собой антибиотики на всякий случай для борьбы с инфекциями и при возможных внутренних порезах. Однако главный совет ученого всем глотателям шпаг – остановитесь, это вредно для здоровья. В результате этого исследования мы выпустили важное предупреждение для общества. Не делайте этого. Ну а если уж и решили, то глотайте осторожно. Например, один шпагоглотатель рассказал о случае, который произошел с ним в ночном клубе. Посреди шоу у него застрял меч. Ведь шпага проглатывается за счет смазки, то есть обычной слюны во рту. Поэтому большинство шпагоглотателей облизывают меч перед тем, как проглотить его. Казалось бы, очевидный вывод – шпагоглотание – опасное дело. Однако теперь это научный факт, благодаря открытию британского ученого. Леди и джентльмены, древнее искусство шпагоглотания настолько опасно, что лишь несколько человек в мире способны это сделать сейчас. Остальные уже мертвы. Слова шпагоглотателя Джонни вовсе не привлечение, и результаты исследования Брайана Уиткомба их еще больше подтверждают. Впрочем, самому Джонни пока везет. У него до сих пор не было проблем со здоровьем. Чтобы вот так, с улыбкой проглатывать огромный меч, Джонни тренировался три года. Каждый день. Пока друзья ходили в университет, он учился буквально по сантиметру заглатывать шпагу. Я чувствую себя прекрасно. Замечательно просто. Я же тренируюсь. Поддерживаю свое тело в хорошей форме, чтобы продолжать глотать шпаги. Я чувствую себя прекрасно. Джонни знает обо всех рисках — хроническом першении в горле, кашле, возможных ранах и кровотечении, но аплодисменты зрителей развивают все сомнения. Вот это вот чувство, которое появляется от взгляда на лица людей, которые наблюдают что-то необычное, то, что они видели раньше, оно особенное. Я показываю что-то уникальное. Джонни — король шпаг, поэтому и интервью мы проводим стоя рядом с троном. Итак, вопреки всем рекомендациям врачей и ученого Брайана, специалиста по шпаг-глотанию, Джонни вновь берется выполнить смертельно опасный трюк, а я буду ему ассистировать. Я не убил его. Моё исследование подошло к концу. Я доказал, замок на песке можно построить даже в декабре. Правда? Редактор субтитров А.Семкин